Здравствуйте, меня зовут Антон, мы начинаем 14-й подкаст о кино. Меня зовут Денис, я помогаю тебе вести 14-й подкаст. У нас давно не было подкастов. Еще давно нормально у нас. Раз в две недели все нормально. Ну о чем бы ты хотел поговорить, у тебя есть какие-то новости? Новости. Начнем я так по порядку высвечу, как новости рассказать. Ну, первая странная новость, это спин-офф Гарри Поттера. Это для меня какое-то непонятно зачем и тому. Ты про новое проект Джоан Ровлин? Да, но это спин-офф Гарри Поттера. Чтобы там не пытались рассказывать, это экранизация книжки внутри рамки. Книжки, это, конечно, просто для меня странная штука. Ну, мы с тобой не читали, я вообще даже понятия не имею, о чем там будет. Ну, я так понимаю, о животных и существах из этого мира, всякие гиппогрифы и прочее. Ну, понятно, но просто как-то мне это очень странно, мне кажется. Ну, зарабатывать деньги все, кстати. Ну, вот это новость. Следующая новость, которую бы... Ну, я не знаю, что обсуждать ее как-то. Ну, мне это странно, мне кажется. Какая бы она там красивая и прекрасная не была, это, ну... Это, знаешь, это... Деньги... Пока грибутся лопаты, пока деньги сцепятся, нельзя перекрывать эту лавочку. Это все очищение. Нет, это же просто фильм из вселенной Гарри Поттера. Я не думаю, что у него будут такие масштабы и такие продажи. По-моему, даже книга не достигла таких продаж, как Гарри Поттер. Это просто, мне кажется, фильм в спин-офф. Просто в этой вселенной будет что-то другое происходить. Я не думаю, что это будет именно такая франшиза на 7 серий с миллиардными сборами. Это будет что-то более скромное. А может, и получится, знаешь, как будет. Бесчарий, там же можно его развивать и показывать так, что... Вот такого легчествия. Ну, это, конечно, будет, это сродни мультфильму больше, чем фильму, потому что все-таки это главный герой животное, а не люди. Ну, посмотрим. Хотя, может быть, этот будет как вот. Оф, так этот как вот забыл. И забыл уже, как зовут его. А, ну я понял. Который ухаживал за всеми животными в Хогварте. Да. Вот он, он может потянуть на себя очень много. Нет, там написано, главным героем проекта станет Ньют Скамандер, автор книги о гипоглифах и прочих существах. Это какой-то, видимо, человек, который написал эту вымышленную книгу в книге. Тут видишь, новые немножко герои. Дедлик плует. Вот, смотри, история Ньюта начнется в Нью-Йорке за 70 лет до появления Гарри на свет. Черт его знает, что там будет. Вообще, ну, ничего понятного здесь пока нет. Просто будет большой фантазийный проект. Нужно просто дальше следить. И, думаю, будут какие-то подробности об актерах, режиссерах и вообще сценарии. У меня самая большая новость, честно говоря, это все-таки выдвижение на Оскар. У нас Параджанов, в России пока еще не очень понятно кто. Ты смотрел Параджанова просто, да? Да, я его смотрю. Ты можешь что-то сказать по поводу наших шансов на Оскар? Ну, не наших шансов Украины на Оскар. Ну, во-первых, шансов вряд ли мы... Я не уверен даже, что мы в длинности попадем. Потому что, ну, этот фильм очень простой. И в нем нету, скажем, каких-то... Кинематографических открытий для зрителя. Никаких каких-то национальных открытий. Он достаточно хорошего, на хорошем уровне сделан, но нету какой-то фишечки, за которую просто можно сказать. Знаешь, например, я всегда вспоминаю развод Надира и Самир. Он, в общем-то, взял своей уникальностью, потому что мы такого мира не видели. Ну, все там слышали о том, что как они там разводиться могут. Но проникнуть... Три раза крикнуть, ты не мне, не жена, вот так? Ну, да. Ну, это очень интересно было. А здесь ничего такого. Ну, Параджанов, Параджанов. Все, кто... В общем, есть такой подход. Все, кто был заинтересован, кому интересен был Параджанов, уже много начитались и насмотрели Параджанов. А те, кто, в общем-то, Параджанову пофиг, ничего новым не проникают. Но это хороший фильм, который, ну, можно посмотреть на кинотеатре и на Оскар в ряд. Там же смотри, какой расчет. Во-первых, это Байопик, а Байопик это всегда круто для Оскара и прочих премий. А во-вторых, там много говорится о советской тоталитарной системе и борьбе художника с ней. Тут тоже нравится. Нет, ты просто, ты так думаешь, что там так говорится. Там есть небольшой кусочек про это, но он настолько халтурненько сделанный и просто намекающийся, что он не замечается. Его очень мало там. Борьба с системой? Да, самой борьбы с системой там больше было стрелочное... Смотри, немножко такое парадоксальное будет звучать у меня, а больше стрелочное на художнике, но как художник работал не раскрыто. А, его личные всякие Закидоны, ты имеешь в виду? Да, пытались это показать, но не раскрыли. Но при этом, знаешь, Закидоны его показывают, но не показывают, как эти Закидоны преобразовались в его творчество. Ну, я не видел, ты видел тебя судить. Смотри, а вот по России, там много претендентов. Ну, во-первых, конечно, Сталинбрат, в чем я сильно сомневаюсь. Ну, там, в общем, последние все большие фильмы, там «Духлес», «Легенда», это из таких популярных, там, рассказы, которые мы смотрели в киноклубе, «Долгая счастливая жизнь», которую ты видел, да? Да, да. «В тумане», ну, то есть такие фильмы... В тумане не мог жить. Ну, он в списке комитета. Как он? Может быть, если он... Ничего не знаю, я верю нашему сайту, наш сайт говорит, что в тумане находится в списке комитета «Оскар отского». Ну, это какой-то комитет страны, потому что «В тумане» два года назад в Каннах показали, да никак. Нет, тут им все равно, когда его показывали, он просто должен выйти до октября в прокате российском, пройти в прокате, и тогда его могут... Может, просто он еще не был в прокате, да, там, в текущем году. По-твоему, из всего этого списка фильмов есть что-то такое, что можно было выпускать? Ну, вообще, какой бы ты послал, если бы ты был меньшим, меньшим, меньшим? Ну, я не так, не все фильмы видел, я сейчас открыл, смотрю, читаю, какие... Ну, из тех, что видел, я просто смотри. Я говорю, что я видел? Я видел Дуглес, видел «В тумане», видел «Долгая счастливая жизнь», «Последнюю сказку Риты», «Рассказы», «Легенду 17». Это я видел. И все, что я перечислил, я бы послал в «Долгую счастливую жизнь» Хлебникова. Хотя там больше заслуга Костомарова, я считаю лично, что это больше фильм Костомарова, чем Хлебникова, но он про загадочную русскую душу и произвол чиновников, ну, если грубо подходить к этому фильму, и это может заинтересовать. А почему тогда не майор там тоже про загадочную душу? Я майора не видел, я не могу о нем судить. Ну, просто народ, видимо, будет болеть за такие популярные фильмы, как «Легенда» или «Сталинград». Народ хочет, чтобы эти фильмы послали. Но все-таки, слава богу, решает не народ. Ну да, я вообще не могу сказать, с кого выберут. Ну, майора точно не выберут, и «Последнюю сказку Риты» не выберут. С остальными тяжело в голову. Майора не выберут из-за самого Юры? Ну, понимаешь, все-таки в этом выборе нужно иметь какие-то личные отношения с членами комитета. а там сидит в голове, какие-то Михалковская, «Дотва». Ну, тогда и «Борю» не выберут. Просто как «Борис» летом. «Борю» скорее всего не выберут. Ну, судя по фамилиям, я вижу, что больше всего шансов, конечно, у Сталинграда. Судя по фамилиям. Ну, у вас с тобой, у меня, лично у меня получается, эта инцинация, наверное, не очень красивая была. Ну, я просто... «Борис» к вам и «Сгарёв», они тоже могут попробовать. Ну, посмотрим. Просто пока мы говорим, что есть такие фильмы, я пока не вижу ничего. А я считаю, что за долгое время... Нет, я долгое время все идет. Меня очень хорошо. Просто я... Ну, такое кино нравится академикам. И честно тебе скажу, такое кино очень понравится академикам. Вот если ты помнишь, как я провел этим летом. Не с точки зрения драмы, а какая картинка. Ну, так этот хлебников. это был кастомаров и там и там просто кастомаров он я когда еще смотрел как я провел летом я не видел я не понял почему на берлине ему отдельно приз в берлине нету приз за операцию работы мы приздают достижения какие-то технические операторам кому-то из этих и тогда выделили кастомарова мы дали серебряного медведя за работу над фильмом я еще не увидел хорошая природа и ну как бы интересные виды их нельзя плохо снять просто нельзя и тут я смотрю долгую счастливую жизнь где благодаря операторской работе можно некоторые недочеты актерской игры убрать как как это сделал кастомаров вот только счастливой жизни ну понятно хребникова хлебников таки режиссер но я вот я это я просто не могу судить его что полностью так не видел тема полотно и просто велосердно что дальше долгое счастливая жизнь важная от россии ну а так и все вроде мы просто ждали за дальше что у нас по полу премиям еще хотел по тому с теме премий и вот в торонто все-таки же выиграл 12 лет рабство а торонто как мы знаем это первая ступенька вообще начинается ускаровская гонка фестиваль торонто определяет первого хаворита и 12 лет рабство с такой своей историей опять про негра которого незаконным образом зато сделали рабом в 19 веке и так далее это такая история тоже достойная оскара с таким-то актерским составом вот в общем хотел просто отметить что у нас начинается у нас в америке начинается вся эта возня лоскаровская теперь пойдут по очереди то один то другой фильм будут кричать что он должен выиграть и нужно всем готовиться и ожидать может выигрывать какие-то конкурсы онлайн в интернете получать призы если угадаешь и так далее записывайте 12 лет раб просто есть блокнотики он определенно получит кучу номинаций да это безусловно но я не уверен что он выиграет мне кажется это он слишком там много слишком идеологии и это не всегда хорошо но это вот примерная история мне кажется может повториться как фильмом help прислуга прислуга да было нашим пока все его хвалят хвалят и даже там в итоге он же никуда просто его номинировали он ничего не получает кучу номинаций получили они но они ничего не получили просто и банальный не то что фильм плохой это свои темы не так она очень щепетильная посмотрим я не могу в муку надоело первых его я обсуждаю фильм который не видел это как-то это нормально мы этим и занимаемся описать рецензии по трейлерам да 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 это отлично отличное занятие ладно ты хотел еще я еще сказать хотел что скоро молодость я получил аккредитацию алена тоже получила аккредитацию и мы будем отвечать молодость вот такой вот она молода будем задать от вас живых репортажей видео дневников и прочего живых репортажей можно стать от дневники под ладно вопрос что смотрел что смотрел ну во-первых болел все серьезно закончились да я пока болел досмотрел в больнице всю прослушку я вот буквально вчера посмотрел я очень люблю фильм максим перепелица я посмотрел его на бровкина потому что ну они мне как-то связаны в голове но я очень давно не видел я теперь понял почему они связаны потому что максим перепелица выглядит как ремейк ивана бровкина и при этом максим переселиться намного круче все-таки можно снимать фильмы на одну и ту же тему когда непутевый парень в колхозе который всегда стал попадать в армию там его перевоспитывают он становится крутым приезжает в родную деревню и девушка которая родители не разрешали видит какой он крутой и все видят и она с ним и они вместе счастливы потому что армия изменила его тема одна и та же но в бровкине это как-то сделано комично просто ну вот за как фильм выглядит как заказ министерства обороны а в цели перепелица к этому подошли ну просто изумительно и и талант актер может быть быков просто еще там не только быков все мужинки там все эти песни лично для меня но такие вот вещи понимаешь они они уже выходят на какой-то более новый высокий уровень и режиссер перепелица может быть быков я просто спрашиваю я и зайчика тоже не надо не смотрел там режиссер был быков тоже такая комедия снята это его как бы еще было до стариков понятно тоже комедия про такого неудачника советского в театре анатолий анатолий граник очень похож зайчик на печь и дрозд и оселяне ну тем что просто так работник театра который мелкий работник но при этом в душе он такой творческие так жале что его не понимает начальство тоже два фильма советских очень похоже но зайчик как-то вот так дешево немножко халтурно где видимо быков еще не мог овладеть полностью режиссерским мастерством но сама его игра и сценарий переговорочки перебранки фразы ключевые они вот чувствуется этот уровень светской лирической комедии которая зарождалась очень в этот переход от комедии пятидесятых где все поют до форм там ходят казаки поют девушки девчата всего комедии переход их уже на уровень там гайда и данелли это замечательное время видно как зарождается это все-таки не гайда и данелли делали эти комедии делали до них они просто уже пришли момент сформироваться отрицать гайдая я не отрицаю я говорю что этот стиль был сформирован не ими до них они просто его подхватили и правильно с ним работают что же достаточно сложно работать ну конечно да все таки понятно что никто не изобретает бац это такой долгий процесс но и свои истории свои люди если первооткрыватели которые не остались памяти как оседлал ну в общем интересно и вообще быков хороший я продолжаю чистить твой винт находясь совершенно удивительные фильмы которые у меня есть на винте например я наконец-то посмотрел в сайт свою историю а это который мы на киноклубе не посмотрели на кинобардаке на кинобардаке ну расскажи я тоже не видел но достаточно слышал читал но это же известная ромео и джульетта только в америке с пуэртариканцами и ирландцами это весь сюжет я объясняю это ромео и джульетта и проблема мигрантов кто из них американец кто не американец это тоже такая проблема все достаточно классно подано и стильненько обидно но видно что это все таки еще не совсем год знаешь это мюзикл который еще не ушел с подмотка в бродвее все в павильон чеках все как будто на сцене выполняется они в каком-то наш живом потому что уже даже и поющий под дождем они какие-то более живые ну скажем что не на улице ходят а здесь они все как-то вот очень знаешь такие локации поющие под дождем то был мюзикл в мюзикле когда он рассказывает да помнишь как парень приехал на бродвее там девушку встречает он танцует вот есть вот такая павильонная стилистика ну да типа вроде бы видится типа что это улица нью-йорка да знаешь там высаде но он снимал то на высаде но снимает так как будто это павильон ну как будто эта сцена немножко это раздражало но при этом это очень круто стильненько я увидел от что из этого из этого высадки истории вырос из тиляги вот реально стиляги это тодоровский был вдохновлен высадки истории и я не знаю на вот вопрос я не нашел этого мне интересно согласен он с этим или нет ну это там видно ну смотри ему просто не откуда было расти у него не было мюзикла никакого традиционного советского класса на который был в локове лица поэтому естественно опирался на американские и я не просто не хочется знать что это про это моя заказка это мое ощущение что это мюзикл челяги высадки ну выросли высадки истории но еще такое ощущение что это очень хорошая тема которая на которую бы снять мюзикл надо в россии тем более что у них тема мигрантов и мигрантов очень сейчас жестко поднято и какой-нибудь такой достаточно веселый веселый фильм про отношения мигрантов и очень много круто ты хочешь сказать что какой-то в россии зритель пойдет на кино про то как азербайджанский парень влюбился в девушку да и в этом уверен уверен понимаешь понимаешь так как большие большинство сборов москва и питер то московский питерские кинозалы будут заполнены выходцами из кавказа посмотреть этот фильм не знаю я не сомневаюсь что это кто-то пойдет честно не готова еще по зрителю так надо я считаю что вот это хорошая тема который если не пойдет зритель то можно на этом поспекулировать на таких на этом можно выдвинуть я точно думаю что какой-нибудь госзаказ по этой теме есть проблем мигрантов снять что-нибудь такое да не а ты на смотрите проблема в россии есть да вот это кино отражение общества каких-то проблем художники обсуждают эти проблемы с посредством искусства проблемы это в россии есть мигрантов и ты знаешь хоть один фильм на эту тему в россии хоть один я точно знаю что есть такой фильм я просто сейчас не вспомню яйца судьбы не яйца судьбы есть серьезная драма про то как парень парень выходить из кавказа его не воспринял его не принимают в обычной судьбе очень мало его кто видел я забыл как он называется но есть но он про него не слышали понимаешь там когда-то мне случайно он попал они никому не нужны там нет такого заказа зритель этого не хочет государство понимает что избиратель не хочет эту тему видеть он хочет чтобы там и белые парни были главное мне кажется надо же провокации всем многим кажется но провокации всегда работают всегда чтобы там не говорили даже как он назывался россия 88 по-моему или что-то с федоровым да россии 8 про скинхеда но вот вот фильм на эту тему пожалуйста там есть конфликты с мигрантами и очень такие плотные как это значит конфликт с одной стороны рассмотрим давайте рассмотрим с другой стороны но я имею ввиду этот фильм тоже прошел как бы о нем поговорили да но он зрителю не нужен зритель понимаешь зритель должен воспринимать идею фильмах как свое она должна быть его созвучно должен иметь такое же мнение он просто идет кино он видит фильм он думает о том что добрые люди должны 5 миллионов 5 миллионов он видит фильме и детей и которые уносит в голове получает подтверждение ему фильм нравится поэтому легенда номер 17 про то как русский белый хоккеист всем нравом заняться он хороший фильм потому что там есть эта идея а идея о том что как мигранты с кавказа такие же классные ребята как русские него нет такой идеи в голове есть ему эту идею будут подталкивать телевизор а он ему фильм этот просто не понравится он его зафукает никто на него не пойдет давайте в обратную сторону почему-то ты сразу в эту сторону давай в обратную сторону подумаем когда русский белый парень влюбиться в красивую пыль читает конечно только если это будет на кавказе здесь кавказский пленник наш фильм он был хороший потому это будет в москве нет москве такой не прокатит смотри кавказский пленник едет туда в чечню или дагестан и там он видит хороших добрых людей которые ему помогают это нормально потому что жители москвы представляют то что в дагестане живут хорошие добрые люди и они рады этому площадке на своем месте но когда они приезжают москву они автоматически становятся понаехавшими они все автоматически злобные и сволочи и поэтому они не хотят смотреть фильм о том какие они хорошие они хотят чтобы мы еще раз подтвердили мнение что все мигранты такие как яйца к судьбе я хочу в этом случае хочу политическую шутку вставить выбор явка на выборы мэра москвы была низкая потому что силы все москвичи уехали на родину да мы с тобой смотри у нас подкасты стенок вышел в политике и общественные проблемы ну ладно нет это высадская история потому что она не может так видишь ну высадскую историю сняли тоже немало кому интересно было но извини это настолько круто оказалось тоже проблема миграции и все их все ругали за смелость схемы я думаю просто в россии к этому не готовы нет это оле через десять еще меньше вопрос пока этого увидишь ты понимаешь сейчас по банально сейчас на эстет будет выходить комедия последний в миге она сейчас комедия на эстет сериал выходить будет называть а последний из магикян армянская фамилия до магикян комедия основана на том как престарелый армянин живет в москве у нее сейчас огромные рейтинги она побила интернов и реальных пацанов по рейтингам и история про армянина в москве который ходит по ресторанам у него дочки и он переживает работает эта штука ну просто тут знаешь надо найти грань либо это с юмором подпадать либо подавать серьезно я опять же боюсь идти в общественное обсуждение но знаешь к армянам отношения другое они христиане тут стоит вопрос про азербайджанцев и дагестанцев и махермании там немножко другое отношение сложности интересно это ниша есть возможно когда-нибудь сработает и для фестиваля на фестивалях такой фильм просто ну поскольку они вот недавно амир сын кого-то там амир сын иванов в россии с дюжевым на кинотавре был там слышал не видел эта история про очень интересная ну там такая реальная история про то что пришла повестка это типа послевоенное время пришла повестка о том что погиб муж женщины она уехала на восток и стала там третьей женой и тут возвращается ее первый муж оказался жив а она беременна короче от своего второго мужа и он умирает и у них не рождается сын это вся история я синопсис только видел трейлер и интервью я опять же возражу это прекрасное советское время правильно делать надо смелое что-то делать не надо все привыкли знаешь именно если так вот как ты сейчас рассказываешь подходить у нас кроме судьбы ничего не будет так а я тебе о чем говорю в этом то и дело я я пытаюсь рассуждать как рассуждал бы человек который хочет заработать на этом день ему нужна история которую будет есть публика ты знаешь если так рассуждать то лучше дадим борису хлебняков пускай снимок фестивальные возможно оно станет длинным это ладно все короче ушли от этого я расскажу еще про один фильм который я вообще много посмотрел фильмов но рассказать хочу а нет так сейчас о чем я рассказал об исайской истории рассказал да я тоже посмотрел кучу сериалов но я ни за что не говорю я посмотрел кучу фильмов просто я хочу рассказать это и я пересмотрел грязный этап решил вспомнить как его смотрел в школе как делать поддержки как я смотрел его в школе и думал же ж когда в школе что это был ну такой вот знаешь чуть ли не сопрещенный фильм который надо смотреть тайком от родителей слово грязный не знаю такой даже не грязный по картинке я вот помню ощущение что мы вот именно тайком от родителей смотрели грязный этап не знаю почему ну тогда это я сейчас не помню почему мы так смотрели я его пересмотрел и я не понял сейчас любой сериал любой сериал намного откровеннее эротичнее я не понял что это не порно это HBO я так и не понял в чем уникальность ну очень простая их столько выходит этих фильмов я пока делал примеры недели там некоторые они постоянно выходят фильмы о танцах это просто ужас они выходят это какая-то восьмая часть а нет это романтическая история но такая простая в ней ничем не все такие простые там просто танцы серьезно им вообще ничего не надо это такой примитивный сценарий просто там поверь мне висайская история по сравнению с этим просто шекспир почти висайская история это шекспир не надо это было эротически эротическая комедия очень сильно меняется я хотел сказать сейчас это плохая мелодрама станции да не очень хорошо танцующими меня вчера был прекрасный опыт я решил дочери у нас вечерний просмотр хейма должен был я решил дочери показать фильм бетховен который в детстве мы все очень любили про собак у меня дочь плакала с первой минуты до последней я понимал почему плачет там в последние минуты потому что там трагедия собака там нужно переживание нагнетается это музыка remo söyle почему она плакала с первой минуты это для я не плечит или или за грусть или за радости почему то плачешь я плачу из-за няшности потому что такие щенки и собаки настолько няшные и настолько хочется собаку что она плачет потому что он видит собаку на экране не переставая не может остановиться. А папа собаку не купит? Ну, я против собак в квартире. Но дело не в этом. Я говорю о том, что вот как иногда влияют фильмы. Я смотрю фильм простой, про собаку, смешно, где ха-ха. Немножко примитивный сценарий. Ну, видно, рассчитан на детей. А вот такая реакция у детей бывает. Я в детстве его обожал, этот фильм. Хотя я не любил собак, я до сих пор не люблю и не хочу собак. Но фильм мне очень нравился. Мне Бетховен чем всегда нравился, что он никогда не пытался быть большим, чем просто детское кино. Да, это прекрасно. Сейчас такого я не знаю, как забуду снимать. Держу, сняли. На самом деле, такое снимают, но это не просто, нам не доходят. Дисней для своих каналов, которые даже не в России и Украине нету, ты знаешь, для своих каналов очень, очень простые истории снимают. И они такие понятные. Я знаю, да, эти сметские фильмы я их иногда вижу. Но дело в том, что это фильм прокатный. Ну, прокатный. Большой фильм с хорошими актерами. Раньше можно, раньше было хорошо снимать себе кино. В общем, семейное кино. Теперь семейного кино нет. Ну, это ладно. Ну да, это просто, опять же, поменялось. Структура зрителя поменялась. Перестали они ходить с семьями в кино. Школьники одежда, родители. С семьями только с маленькими детьми на мультфильм. Ну, это чем? Ну, или, да, или детьми на мультфильм. Структура зрителя поменялась и поменялась с жанром популярного. Вот всё влияет. Зритель влияет на кино, а не кино на зритель. Кино тоже влияет на кино. А, ещё один фильм, который я посмотрел. Я ещё его просто давно посмотрел. И как-то его в прошлый раз надо было не сказать, но его впустил. Я посмотрел «Войной мир» Кинга Видера. Солдри Хэдберн и Генри Фонда. И Генри Фонда. А как, у Генри Фонда? Он же Фонда. Да, да. Ну, как Наташа. А, сейчас. Мне тут надо цитату прочитать. Это я сейчас. Тут такая прекрасная цитата была. Где же тут книгика? Что-то про танец, да? Да нет, нет. Там такая... Цитата чистого. Я не учил. Мы же учили про дуба, девочки про танец. Вы не учили вскоре по дубам? Нет. Её хорошенькое личико с большими глазами московики, одновременно вызывающий в памяти мордочку оленёнка и облик фауна, ничуть не меняется. Наташа не становится более зрелой, но добавляет при этом, что названный недостаток, хотя и правильно отмечаемый многим, делает бедную девушку подобно какой-нибудь разновидности партейной или сыра. Ну, это я читаю, как критики отмечают. Это американские. Ну, да. Насколько я знаю, этот фильм ценен исключительно Наташей. И считается, что это лучшая Наташа кино. Хотя я не видел. Я сильно сомневаюсь, что это лучшая Наташа кино. Как твоё мнение? Ты видел Бондарчука Наташу? Я видел фильм Бондарчука, но, извините, кроме дезинформации и битвы я ничего не помню. Ну, хорошо. А как тебе это, Наташа? Тебе как? Ну, это Одри, это нельзя. Видите, это Одри Хэбберн, и она, ну, она как бы, знаешь, именно, если нужна красивая девочка, берём Одри Хэбберн, она справится. Но у меня другой вопрос. Как роман «Война и мир» превратился вообще-то в романтический фильм? Я не знаю, это какой-то вот чистая мелодрама, без всяких там драматичных. Это такая, знаешь, мелодрама обычная, вот, знаешь, даже, я бы сказал, даже современные, как вот, знаешь, французы снимают мелодрамы. Я влюбился, там надо как-то достичь, какая-то проблема, но в конце мы всех друг друга полюбим. Фильм вообще вот в это превратился. Так что, фу, это же нормальная практика. Куда-то нивелировались все эти нюансы, проблемы. Для меня всё равно главная проблема. Я не читал «Война и мир», но у меня до сих пор корёбит, я не знаю как. Потому что для меня «Война и мир» начинается, что Безухов качает маленькую Наташу на коленях, а заканчивается тем, что они, извините, в постели лежат. Для меня это проблема этого романа. Одна из проблем этого романа. Ну, я так и думал, что не нужно смотреть этот фильм. Посмотри «Бондарчака», там всё тебе понятно объяснится. Я вот тоже, когда смотрел сериал «Тихий дом», я тоже не понимал, с каких пор «Тихий дом» стал историей о личных переживаниях жителей одной деревни. Для меня это был роман о войне, о движениях народа, о том, как люди метались, не знали, как там дальше жить, прямо о будущем, о слонке устоев. И только где-то там на задворках было какое-то личное отношение, история, любовь. А смотришь сериал, оказывается, что тут всё про любовь. Какие-то родовые там месть кому-то надо, что-то кого-то обидел. Ну вот. Это просто, я же говорю, зритель может даже из хорошего романа сделать плохой фильм. Не, мне просто не понравилось, знаешь, именно… Во-первых, сосредоточили историю только на Безухове, в общем-то, и на этого, и, по-моему, фонда как-то… Или как его правильно, фонда фамилия у него? Куда ударился? Где? Или фонда. 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 Фонда, он какой-то… Знаешь, такое ощущение, что он считает себя выше, чем режиссер и весь фильм. Вот в этом, ну, у меня складывается ощущение. Он, как бы, знаешь, играет такой, знаешь, именно… Ну, вот я вот так, ну, вяло как-то всё это. Ну, вот не видно, что он как-то колеблется и пытается передать образ Безухова. Ну, мне не так показалось, и это была проблема. Ну, вообще, честно, такой фильм, не знаю, может быть, в 50-х годах это круто было, но вот сейчас это… Ну, мне же тяжело было без фильм перетаскивать на экран. Они выбрали одну историю, самую такую душесчипательную. Да и так он долго длится, почти, сколько там, 208 минут. Ну, смотри, из Заны Калининой всегда убирают историю Левина. Лёвина. Лёвина, неважно. Ну, в общем, он тоже мешает. Роман «Воскресенье», когда экранизировали ещё «До революции», «До луны», ну, в общем, ещё те версии «Немые», там тоже оставляли тот и «Любовник Людова» и «Каким Вас». И всё. А все эти вот… Критика общества – это как-то всё по боку. Нет, ты понимаешь, они… Если ты делаешь мелодраму… Ну, просто, вычеркни просто сцены, которые, в общем-то, не влияют на эту мелодраму. Делай её честной мелодрамой. Войной мир, но мелодрама. Они ещё и пытаются войну показать, и они её очень криво показывают. Ну, реально очень силы. Ну, просто, знаешь, именно… 30… Короче, чуваков с этой стороны, 30 с этой – это, типа, у нас огромные войска России и Франции. Ну, бюджет ушёл на гонор. Нет, это такое, знаешь, именно… Ну, может быть, в 50-х годах это круто смотрелось. Я опять же отвечаю, что сейчас это смотрится, когда чуваков можно «Контрол-С», «Контрол-В» наделать. То, наверное, смотрится по-другому. Кстати, да, про «Контрол-С», «Контрол-В» я сейчас скачаю. В данный момент, перед тем, как говорить с тобой, я собирался себе сегодня вечер зафигачить спасение рядового Райана. Помнишь этот ролик, где показывали, как это делается на «Контрол-С», «Контрол-В»? То, что Спилберг снимал долго и мучительно с живыми людьми, делается всё «Контрол-С», «Контрол-В» и вперёд. И высадка на пляже Омаха. Но чуваки, которые фанаты, сделали высадку… Да, да, да. Высадку, которую они взрывы снимали возле гаража… Ну да, там и мужиков, им нужно было два человека в форме, они делали «Контрол-С». Ну, в этом случае я вспомню, сейчас вот недавно я не ставил это тебе переслать. И новость о том, что Люк Бессон говорит в первую очередь, «А я хочу пятый элемент сделать, вторую часть, потому что теперь это всё легче снимать». Потому что, говорит, я до сих пор переживаю то, что я свой пятый элемент снял за полтора года до того, как прорыв технологий произошёл. Ну да, прорыв мне произошёл. Это, говорит, ну задержал бы я лучше… Он сейчас такой, знаешь, задержался бы сценарий, было бы вообще, говорит, и спецэффектов вам покруче было бы и всё это. Ну… Ну забавно, я бы посмотрел. Но он говорит, что хочет снять сиквел. Ну вот. На этой прекрасной нотке. Да. А, на этой прекрасной нотке мы и закончим всё. Нет, дожди, ещё анонс, анонс, расскажи. А, я понял, что так как у нас слушаются не совсем по графику, выкладывается не по графику, анонсы могут быть. Ну ладно, я расскажу, анонсы, всё. Так, у нас понедельник, 23 сентября, 19.30. Мы смотрим художественный фильм «Суррогат» и заканчиваем цикл про людей с ограниченными возможностями. 26-го в четверг, 19.30, у нас встреча с телеведущим и радиоведущим Давидом Шнайдером, и фильм со стихами Иосифа Бродского, и фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальная история о возвращении домой». Как он-то правильно называется, так? Полторы комнаты. Полторы комнаты, да. В общем, всё, анонс. Да, ну и поскольку мы проводим эту встречу вместе с фестивалем «Дытятко», на следующей неделе фестиваль будет проходить в Харькове, детские фильмы, все дела. Если у кого-то есть возможность, попробуйте туда попасть. Во всех. В кинотеатрах и киноцентрах «Айково» бесплатный вход. Приходите, смотрите. Да, ищите в интернете. Ну, в общем, всё. Всем спасибо, что слушали нас. Да. До свидания. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok